Здравствуйте! Сегодня мы с вами рассмотрим, как найти расстояние между скрещивающимися диагоналями граней куба. Для этого мы воспользуемся программой GINMA, интерактивная геометрия, которую можно бесплатно скачать с сайта www.giumacmd.ru. Опция скачать GINMA и воспользоваться файлами PDF-комплекта подготовка к EG2013 стереометрия. В комплекте вы обнаружите интерактивный HTML-файл, в котором есть ссылка расстояние между прямыми. Воспользуйтесь ей. Ссылка переведет вас в этот вот файл, где вы по оглавлению увидите расстояние между скрещивающимися диагоналями граней куба. Перейдете на страницу 7. Увидите задание. Вот это задание. В нижней части вы увидите рисунок. С щелчком по рисунку вы можете войти в программу. И вот мы с вами уже находимся внутри интерактивной программы GINMA. Интерактивность. Это значит, что вы можете двигать объект, вы можете изменять его размеры, вы можете разворачивать его как вам угодно. И, наконец, вы можете идти по шагам решения. Сначала условия. У нас с вами есть куб обычный ABCD A' B' C' D'. Он единичный. Требуется найти расстояние между скрещивающимися диагоналями AB' и B' D'. Вот вы можете разворачивать, смотреть диагонали. И вы видите отрезок EF общего перпендикуляра. Как вы знаете, именно общий перпендикуляр определяет расстояние между прямыми. Добавочный вопрос. Это найти отношение отрезков B' E' 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 A', на которые общий перпендикуляр делит диагонали. Переходим на второй шаг решения. Мы с вами сейчас выполним симметрию относительно прямой. Симметрию куба относительно диагонали DB, ну или точнее прямой, содержащей диагональ DB. Мы запускаем время, и вот смотрите, что происходит. Куб поворачивается вокруг диагонали. Может быть вы знаете, что симметрия по-русски имеет перевод half-thorn. Half-thorn, полуповорот. Смысл этого полуповорота вы сейчас и наблюдаете. Вот еще раз. Куб поворачивается вокруг прямой. Вот мы можем развернуть его. Вот мы, например, пытаемся развернуть его так, чтобы было хорошо видно, что он вращается именно вокруг прямой. Подходит к кубу снизу. Вот это и есть смысл симметрии или полуповорота. Полуповорот вокруг прямой. Сделали мы этот полуповорот. И что же у нас получилось? Смотрите. Точка F, она лежала на диагонали BD. Она на ней осталась. Отрезок FE, как расстояние между прямыми, перешел сам в себя. Он действительно развернулся на 180 градусов. Он был перпендикулярен. Значит, он просто переходит в свое продолжение, точнее. То есть, точка E и E1 симметричны. А значит, отрезки EF и FE1 равны между собой. Следующий шаг решения. Теперь вы уже мысленно сделаете точно такой же поворот куба вокруг диагонали B' В этом случае точка E, точка E, точка F, точка E останется на своем месте, точка F перейдет в точку F1. Причем отрезок F, F1, это отрезок прямой, так же как и раньше. А диагональ, диагональ BD, перейдет в диагональ A' D1. Посмотрите, все точки должны быть симметричны. Например, точка A' симметрична точке B. Значит, точка B перейдет в A'. Или точка D перейдет в точку D1. Они симметричны относительно этой диагонали. Точка C, например, перейдет в точку C1. Подумайте, почему. Что можно сказать о полученных отрезках, которые сейчас изображены на рисунке? A' D1, так же как и CB1', это диагонали граней единичного куба. То есть их длина равна корень из двух. Больше того, вот эти две диагонали лежат в параллельных плоскостях. Смотрите, одна диагональ CB1' лежит в плоскости зеленой грани, а вторая диагональ в плоскости вот той вот задней грани. Вот, смотрите, видите, я разворачиваю вот в этой плоскости. Но плоскости противолежащих граней куба параллельны. Значит, отрезки CB1' и A' D1 лежат в параллельных плоскостях. А какой угол у них с вертикальными отрезками, вертикальными, скажем, А'а1? Ну, конечно, 45 градусов и у этого, и у этого отрезка. Значит, эти отрезки не только равны, но и параллельны. И вот мы с вами получаем пока параллелограмм C, A', D1, B1'. Параллелограмм. В этом параллелограмме мы знаем, чему равен отрезок A'C. Это диагональ исходного куба, то есть он корень из трех. А чему равны диагонали? Заметьте, каждая из диагональ – это гипотенуза прямоугольного треугольника. Например, CD1. Гипотенуза треугольника CD1, у которого катеты единичка и двойка. То есть она равна корню из пяти. Кроме того, она проходит через середину отрезка AB, точку P. Так что же это за параллелограмм, у которого равны диагонали? Конечно же, это прямоугольник. Вот в этом виде. Хорошо видно, что это действительно прямоугольник. Сравним отрезки E1F1 и A'C. Отрезок E1F1, как вы понимаете, перпендикулярен H'D1. Но и H'C перпендикулярно этому отрезку. Значит, E1F1 параллельно и равно, следовательно, отрезку H'C. Но ведь отрезок E1F1 состоит из трех отрезков, равных FE. Значит, отрезок FE равен одной третей диагонали H'C. Вот мы нашли расстояние между скрещивающимися диагоналями куба. Известно свойство медианы. Медиана пересекает любой отрезок, параллельный основанию, в середине. То есть отрезок F1EF медиана H'P треугольника H'C D1 пересекает в ее середине. А ведь середина этого отрезка, точка E, значит, H'P пересекает диагональ B'A в точке E. Посмотрите, теперь мы получили с вами два подобных треугольника. B'A'E и EPA. Ясно, что у них отношение сторон равно, коэффициент подобия равно двойке, потому что А'B' это полное ребро куба, а А'P это половина ребра куба. Отсюда мы заключаем, что отношение B'E к E'A равно двум. Спасибо за внимание!